дорогие друзья сегодня мы поговорим на такую глубоко психоаналитическую тему как зависимость от мастурбации есть оно такое сформированное общественное мнение о том что зависимость от мастурбации тесно связано с какой-то компьютерной зависимостью от порнографии что это все вот эти злые голубые экраны пришли в нашу жизнь и принесли вот такие новости как зависимости от детского порока рукоблудия если бы не вот эта вседозволенность мастурб этой порнографии и компьютеров и всяких гаджетов и прочее то люди спокойно ходили бы на работу женились и все было бы как прежде вот на самом деле те кто думает что зависимость от мастурбации она находится в прямой так сказать зависимости от порнографической продукции они сильно ошибаются здесь дело совсем не в этом а в чем я сейчас вам расскажу давайте с вами поговорим о том чем мастурбация отличается от партнерского секса партнерский секс это всегда во-первых соединение некоторой эмоциональной истории которую несет в себе мой партнер с которым я это делаю с которым я это хочу делать с которым я так ну на которого так сказать обостряется мое сексуальное желание в купе с возбуждением а у него это дело на меня да и вот это все происходит а когда соединяется это эмоциональная история часто очень глубокая очень интимная иногда даже у кого-то и болезненная до соединяется с определенным воздействием на эрогенные зоны и все вместе и это рождает то что в последующем мы гордо носим себе как у меня есть партнерский секс есть партнер у меня с ним секс вот так у нас с ним все хорошо и когда непосредственно творится вот это интимное таинство любви вот это соите интимная близость между мужчиной и женщиной что происходит выпуклости одного тела соединяются со впадинами другого тела один как бы проникает 2 как бы поглощает и когда я предположим да что-то делаю своему партнеру я хочу быть поглощенной а он хочет чтобы он в меня проник до или он меня проникает я хочу его поглотить и а понятное дело что когда мы там например договариваемся об этом с партнером вот мы же не говорим напрямую что там дорогой я так запарилась последнее время вся эта работа все эти там какие-то обязанности по жизни уже так хочется быть проникнутый и пронзенный кем-то он а он такой него ты гида да ты знаешь я тоже тоже так запарился за все отвечать я уже так хочу чтобы меня поглотила чья-то вагина и по эпоху я уже так хочу попасть в какой-то вагинальный космос чтобы в эту черную дыру меня всосало и и и и и все это бы произошло не происходит такого разговора то есть мы просто безотчетно хотим в акте любви а вот этого какого-то нарушения границ мы это делаем глушим а мы в момент сексуального акта не считаемся с тем кто в какой позе при этом кто в каком виде у кого может быть где-то какая-то не знаю там часть тела не очень эстетичная в этот момент мы просто растворяемся в этом взаимном проникновение и поглощение и кто кому это делает мужчина женщине женщина мужчине в гетеросексуальном акте в гомосексуальном акте тоже один больше поглощает тару проникает и так далее это уже не важно важно именно вот то что в акте интимности в зрелой сексуальной любви у взрослых людей происходит выход за собственные границы я проникаю или я поглощаю да и часто это синхронно делается одновременно двумя в разных там каких-то интерпретациях разных сексуальных практик стимуляций и так далее и тому подобное в дальнейшем когда каждый получает то зачем он сексуальный акт пришел удовольствие оргазм удовлетворение от вот такого интимного общения какую-то определенную сотворенную двумя участниками интимного процесса энергию любви которые оба заряжаются и потом ее расходуют на жизнь на отношения на свои какие-то творческие свершения до в дальнейшем когда сексуальный акт заканчивается вот этим всесторонним удовлетворением мы что делаем мы одеваемся и становимся как бы нормальными людьми да и так вот посмотришь на нас со стороны скажет что эти люди только что делали вот это да ладно давай чё да не может этого быть вы смотрите это приличные люди они полностью одеты они там а никак нигде ничем не проявляют своих так сказать каких-то сексуальных заинтересованности и тем более нельзя угадать по их внешнему виду поведению там и каким-то взаимным намеком что что именно они только что делали то есть смотрите мы вышли из состояния снятия этих границ появился стыд появился одежда появилась обычное социальное поведение в котором ну как бы нет секса вот что происходит с тем кто мастурбирует он постоянно гоняет вот эту сексуальную фантазию внутри себя и он никогда не выходит за пределы границ собственной личности у него нет этого зрелого опыта отношений с кем-то где он открывается настолько что он может быть поглощен что он может проникнуть и а что от этого будет да какие зрелые психические новообразования у него в личности появятся в результате того что он этот опыт прошел да с ним это не случается он этого опыта опасается и о чем это сигнализирует свидетельствует о чем это говорит говорит об инфантильности личности то есть личность не дозрела до этого сексуального опыта выхода за собственные границы в партнерском акте раскрытие этих границ выхода за их пределы с влияние с другим партнером и ну я вам как сексолог скажу возможно этого не случится никогда у кого-то кто-то так и будет эту вот энергию до полного истощения гонять своей рукой и никогда не познает что такое зрелая партнерская любовь вот поэтому здесь не компьютер виноват не порнография виновата здесь и даже я не знаю можно ли говорить о том что кто-то вообще виноват искать этих виноватых здесь ответственность скорее так за происходящее лежит на самой личности которые боится назовем вещи своими именами это страх формирование интимных отношений где возможно такого рода поглощение слияния сближения и ответственность за это вот поэтому всем тем кто мастурбирует не знает как соскочить я хочу пожелать такого внутреннего роста и зрелых отношений всем тем кто имеет отношения при этом не может сформировать но в общем-то зрелый партнерский акт и постоянно все что может делать это только мастурбировать но вот такая знаете взаимовы ручка происходит вот это уже шаг вперед и это нужно развивать и помнить о том что не какие-то вот условные рефлексы и какие-то вот какие-то ну я не знаю физиологические обстоятельства виноватые в том что а здесь только мастурбация больше ничего а именно какие-то внутренние препятствия несут ответственность которые не дают сформировать вот этот партнерский акт вот эти партнерские зрелые партнерские отношения вот так у нас в сексологии все сложно но при этом это все мега интересно самое главное когда происходит все таки это слияние когда формируется все таки этот партнерский акт о как это сладко всем желаю зрелой сексуальной любви пока